всем привет вы на канале записки канарского узника я татьяна сегодня мы второй день в лесу я решила совершить прогулочку примерно на 16 километров по горам подняться на большую высоту не знаю удастся ли мне все это прошлепать и думаю нас ждут потрясающие виды оставайтесь со мной мы обязательно насладимся в начале прогулки этого пешеходного маршрута стоит табличка предупреждающая о том что маршрут опасный хотя запрещающего знака нет так что пойдем посмотрим какие грибочки интересны вроде по цвету так скажешь конторелла то есть лисичка но думаю это не они конечно это не они но красиво кажется я нашла монстра гриб посмотрим насколько он монструозный смотрите мне кажется на камеру особо и не видно давайте раскапывать прям даже хочется сорвать его чтобы показать насколько он здоровый блин руками бы не хотелось трогать это все камушек и вы представляете это мой размер руки вот такая лошадь замученные белые уже червяками просто показать они есть они есть ничего себе какой-то был белый шикарный смотрите ножка выковырчивать быть чего 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 чевать или нет ой не он уже какой-то вообще весь гнилой это чей тут трехлетний запас шишек смотрите какая гора да белки постарались конечно да может это все оттуда сыпалось там есть тоже шишки еще не знаю надо сделать красивую фоточку на этот самый на рабочий стол такая интересная находка вот еще посмотрите кто любитель суккулентов знаете сколько все это стоит и вот тут у нас греновий просто растут вдоль дороги вот такие красотульки какой мух шикарный красиво не знаю по моему камера не передает цвет будем надеяться ну кто в россии кто в россии мхом не удивишь а я пошла дальше по моему тут пещеры какие-то или что-то вырубленное скале сейчас подойду да вот это вот такое не знаю что это туалет и дуванчик вон я не перестаю восхищаться местными одуванчиками вот такой вот вы конечно не подумайте на нем не вырастает огромный одуван соответственно пропорционально по размерам больше его российского собрата просто здесь вырастает такой стебель я не знаю как его назвать как он по биологии называется в ботанике и в общем на нем много-много одуванчиков обычного размера вот они еще надеюсь вы можете сравнить есть для сравнения деревья рядом так что надеюсь вам понятен размер смотрите тут нас козлятки на дороге прямо немножко такие уже чахленькие но тем не менее только ради вас вот такой был козленок вот так вот так вот так я на какую я высоту забралась не знаю сколько здесь над уровнем моря но высоковато скоро уже вниз полезу тут вот вон там вот санта-круз-де-тенерифе столица острова где-то там была лагуна потрясающие виды просто я сомневалась идти в такую погоду или нет но все развеялось облачка вот такие красивые плывут прям прям мимо меня прелесть и Продолжение следует... Ну, в общем, я нахожусь на 1700 метров над уровнем моря и вот мимо меня по дорожке проплывает туман. Или облака, я не знаю, что это такое. Первый раз вижу это так прям близко. Еще вон скалы какие красивые. Сейчас буду заходить в туман. Надеюсь, что получится. Хотя, вы знаете, он всегда отступает. Ну, в общем, красотища страшная. Вон там внизу не видно низги. Я просто в полном восторге. Такой ветер, наверное, меня не слышно. Ну, в общем, прям не знаешь, что снимать. Хочется снимать все. Реально за каждым поворотом, каждая скала. Все настолько уникальное, все настолько восхитительное, что прям не хочется, ну, убирать телефон. Я его, то есть, в карман убираю и снова достаю после следующего поворота. Посмотрите сейчас, какие скалы. Видно верхушечка Тейды, вулкана. Вот, сейчас спрятались... Сейчас спрятались облачка за деревьями. Вот. А так было бы еще живописнее, если бы они показались сюда. Выползли в кадр. Просто вообще огонь. Даже уходить не хочется. К этой точке маршрута я прошла уже примерно 8 километров пути постоянно в гору, перелезая через обвалы. И уже довольно сильно устала. Мне предстояло еще километров 8. Уже не в гору, но тем не менее. Мне бы хотелось уже завершить маршрут. Тут я встретила такого же пешехода, уставшего, как я. Он предложил подвезти меня до моей машины, чем я не могла не воспользоваться. Это была действительно удача. Вот. Все закончилось хорошо. Но снимать было уже неудобно. Потом начался дождь, и я уже с удовольствием поехала до отеля. Так что на этом завершаю это видео, этот день. Смотрите обязательно третью часть. Третий день. Там будет еще один поход. Вот. И думаю, вам будет интересно. А на сегодня всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok